приветствую вас дорогие мои тельцы с вами опять я татьяна шиманова сегодня у нас будет прогноз на апрель месяц посмотрим какие главные события вас ожидают какие конфетки какие занозы правда с опозданием но я думаю не слишком критично сегодня только 2 апреля весь месяц еще впереди и так приступим фон месяца то есть как вы будете ощущать события которые будут происходить у вас карта мир ощущение изменений перемен ощущение перехода на какой-то новый уровень не обязательно в целом по жизни возможно это касаться будет какого-то определенного дела определенной сферы жизни или отношений тут неважно но главное что будет ощущаться что что-то либо сдвинулась с места вот и перемены входят вашу жизнь что-то обновляется и в принципе в любом случае вы вы будете этому только рады для кого-то это выход кстати говоря из застоя для кого-то это выход с черной полосы но по крайней мере вот такие ощущения обновления у вас однозначно будут точнее перехода перехода вот ну давайте смотреть что дальше нам карта скажет конфетки такие конфетки вас ожидают дома кубков ну карта конечно эмоциональная первую очередь то есть какие-то события будут вас очень сильно трогать за душу вызывать вас эмоции и эмоции разного характера ну раз это конфетки значит это будет радость это может быть радость от каких-то событий может радость от встречи с кем-то от какого-то разговора от общения очень важного для вас сообщения от поддержки вот то есть некая персона будет очень благоприятно влиять на вашу жизнь вот именно со своей со стороны еще раз повторюсь поддержки доброты участия и так далее это вам будет очень нравится и в этом будет ваша конфетка ну если это не персона если это вы неважно женщина вы или это мужчина то здесь конфеткой может быть тверд творческая составляющая да какой-то творческий проект вдохновение какое-то ну очень такое для вас ну приятно это само собой да ну вот вполне возможно кто-то из вас поймает свою ой боже мой забыла как это слово вот писатели художники ждут вот это когда на них как говорится навеет навеет вот это вдохновение придет вот эта подсказка знак ну хоть как тут назови в любом случае в любом случае друзья мои я думаю вы меня поняли да о чем идет речь так ладно с этим разобрались идем дальше заноза рыцарь жезлов срочная поездка ну скорее всего коротка короткометражная вот а занозой может стать действительно какой-то персонаж кто-то возможно будет вас соблазнять для разового использования уж извините меня за выражение но я так чтобы понятно было да как говорится пришел увидел победил и чао бамби на ссоре вот и будет но это же заноза будет неприятно осознавать что человек что-то от вас хочет конкретное но краткосрочное да что-то от вас получить что-то от вас услышать может воспользоваться вашими связями вашими навыками и все вот в этом роде что еще может быть друзья мои ну занозы можете стать вы сами в каком плане в плане повышенного интереса кому-то ну скорее всего это речь идет и либо о деловой сфере либо о любовной сфере что касается деловой это интерес допустим занять быстренько занять какую-то вакансию какое-то очень вкусненькое место вот получить какие-то преференции какие-то бонусы завязать связь с кем-то для получения выгоды ну любовного характера это тоже иногда нас как говорится по голове ударяет образно выражаясь вот и осеняет любовь с первого взгляда или страстью накрывает вот поэтому дам не вы будете осознавать вроде бы да хочу но будете сознавать что это либо несвоевременно либо не стоит либо ну вот как бывает что понравился человек да особенно особенно в любовной сфере чувствуете к нему тягу но знаете что человек дерьмо или человек не пойдет к вам на встречу что все это в пустое да вот она вам заноза ну я думаю вы меня поняли итак пройдемся теперь по основным сферам что там вас ожидает деловая сфера работа бизнес дела домашние дела хозяйские семерочка пентакли принципе карта довольно таки действительно практичные она показывает что что вы намечали вы сделаете в этом месяце не важно это на работе в бизнес или дома вы сделаете но либо вас что-то остановит либо вы сами остановитесь на какой-то точке и задумаетесь а что дальше продолжать или на этом и остановиться да вот может быть какие-то дела потребуют дополнительных материальных ресурсов и связи с этим затормозиться до придется по призадуматься еще раз проанализировать проверить а что дальше а как дальше особенно узнаете пример такой простой пример связаны с ремонтом да начали ремонт уверены что да все денег хватит то 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 делаем то то не делаем и так далее но в какой-то момент понимаете что вы просчитались что нужно что-то как-то перезагрузиться что денег может не хватить или допустим не тех людей вы наняли понимаете то что они вам обещали но это далеко от того что они вам делают фактически вот вам пожалуйста а вот что еще ну это касается и бизнеса кстати тоже запустили какой-то продукт долго над ним работали долго его так сказать вливали в него денежки но потом проанализировали поработали над статистикой и пришли к выводу что нужно что-то делать не так либо совсем дальше не запускать его либо что-то изменить но это как примеры друзья мои ладно что касается финансовой сферы кстати то же самое с деловыми отношениями не исключено что с кем-то вы очень близко сошлись да вот но потом человек не оправдал ваших ожиданий и вполне возможно вы задумались а стоит ли продолжать дальше отношения так финансовая сфера император мои хорошие если эта карта показывает вас я за вас спокойно это значит да это говорит о том что в принципе как всему относитесь очень внимательно очень серьезно педантично все у вас под контролем причем под жестким контролем никаких скажем так слабости слабости в этой сфере вы не допустите не сами и не позволите это сделать другим вот то есть это четко жесткий бюджет вот это ожидаем вот это расходуем и как говорится ни шагу влево ни шагу вправо ну для кого-то друзья мои карта император может проиграться очень солидным покровительством может со стороны вашего старшего родственника или влиятельного родственника может со стороны вашего начальника ну может быть и со стороны вашего сердечного партнера да то есть кого-то из членов семьи что еще тут можно добавить стабилизации стабилизация вашего финансового положения укрепление вашего финансового положения увеличение ваших доходов ваши финансовых поступлений вот когда крепко встаем на ноги и выходим из кризиса это однозначно уже становится ясно куда рулить дальше что делать дальше каким путем двигаться вперед так что с личной жизнью так десяточка чаш ну для тех кто в паре тут как говорится без комментариев сами видите любовь забота друг друге взаимопонимание примирение если кто-то рассорился ранее поддержка семьи поддержка семьи ну это конечно больше относится в ситуациях конфликтных да вот для кого-то друзья мои свадьба однозначно пополнение семьи для кого-то семейное какое-то юбилейное событие мероприятия вот что касается свободных свободных тельцов ну знакомство знакомство с человеком причина эти события будут развиваться очень очень быстро как говорит иногда бывает три дня подружили все и решили пожениться а чё тянуть правильно познакомимся потом вот такой случай тоже может случиться хотя для тельцов конечно такой вариант наверное редки вы все-таки очень практичны в этих вопросах и на на бум не действуете как допустим кубковые персонажи но тем не менее тем не менее друзья мои может знакомство на каком-то мероприятии любом случае этот месяц для вас будет довольно интересным и не важно не важно встретите ли вы человека по судьбе но тем не менее тем не менее какое-то общение вот именно при таких обстоятельствах вполне может состояться с каким-то персонажем для мужчин это женщины для женщин это с каким-то мужчиной ладно теперь на посошок давайте спросим советом совета у светлого правительства что же он вам посоветует так рыцарь мечей ну знаете вот первое что приходит возможно в каком-то вопросе вы тянете кота за хвост так вот совет действовать очень быстро напористо вот может даже некоторым некоторым некоторых случаях агрессивно ну если на вас кто-то напирает да кто-то с претензиями то не не отступать не отступать давать отпор причем отпор очень такой мощный отпор который даст сразу же понять вашему врагу или не знаю как там это сопернику что здесь ему ловить нечего знаете вот в таком плане возможно для кого-то это намек на какую-то поездку причем срочную поездку бросить все и вперед из песни как говорится решать вопросы может и такое быть ну что ж мои хорошие на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же здоровья любви счастья удачи и до новых встреч